ПРЫЖКИ, ПИРУЭТЫ, СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛОВ Поэтому его легко запомнить. А вот выполнить очень сложно, потому что число оборотов, которые важны для оценки, половинчатое. Фигурист скользит лицом вперед, немного приседая на левую ногу. Выпрыгивает и группируется в воздухе, делая нужное количество оборотов. И приземляется спиной вперед на правую ногу. Одиночный аксель – полтора оборота. Самый крутой – тройной – это три с половиной. Второй по сложности прыжок в мире фигурного катания – ЛУЦ. Он очень красивый даже при подготовке к прыжку. Фигурист должен сделать подсечку или шаги, проехать по длинной дуге назад наружу, присесть на левую ногу и, перейдя на зубец правой ноги, прыгнуть. Причем с зубца – это передняя часть лезвия конька. Очки зависят от количества вращений. Пока удавалось сделать четыре. Еще один прыжок с зубца – тулуп. Механически он довольно простой. Фигурист выходит на дугу спиной на правой ноге и толкается с зубца левой ноги. Выполнение прыжка облегчено благодаря тому, что вращение в полете происходит в ту же сторону, что и при подготовке к толчку и во время толчка. Здесь вновь важно число оборотов – от одного до четырех. А еще нужно приземлиться на правую ногу. Но достаточно прыжков. Ведь еще есть вращения. Например, Либела. У нее есть множество разных красивых позиций, которые добавляют очков. Но в базовой позиции классической ласточки все просто. Фигурист вращается на одной ноге, а другую целиком отводит назад. Колено должно быть выше бедра. Рассмотрим следующий элемент – волчок. Это вращение на согнутой ноге. Причем верхняя часть занятой ноги должна быть параллельно льду, что довольно сложно. А далее следуют вариации. Свободную ногу вытягивают или сгибают, направляют в сторону и даже складывают одну ногу на другую. Еще важно следить за прямотой спины и руками. Обычно они тянутся вперед. Само собой, профессионалы не выполняют каждый элемент отдельно. Все перетекает из одного в другое. Поэтому и получается завораживающая программа на льду. Совсем скоро закрепить свои знания по элементам фигурного катания можно будет на международном событии ИСУ-гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Посмотреть на него получится вживую. С 16 по 18 сентября юниорский гран-при пройдет в нашем ледовом дворце «Кристалл-арена». Свои программы представят юные таланты. И не исключено, что совсем скоро они будут блистать на Олимпийских играх. Есть еще шанс купить билеты. Стоимость начинается от 500 рублей.